здравствуйте дорогие друзья итак финишная неделя неделя перед емки пуром днем великим и ужасным днем в котором как бы ставится великая печать на существование мира в следующем году и каждого из нас стоит об этом задуматься если кто-то не проснулся уже рассказывал притчу про повозку которая там к или кто просыпается там контрабандист за месяц за день за два кто не проснулся кто еще не понял кто не почувствовал это это очень плохо надо сейчас все тут прямо в эту минуту сесть и попробовать просмотреть свой год попробовать понять что ты не хозяин мира попробовать понять что все не так устроено как на иногда нам кажется и что сейчас от нас очень многое зависит я расскажу историю тоже я когда-то рассказывал которая именно относится к нашим дням эта история про простую игру в монополию знаете когда бабушка играет с внуком монополию и вот долго она его обыгрывала потом он научился играть и наконец после нескольких лет уже понимая психологически эту игру он сел играть монополию ты выиграл у бабушки после этого она сказала ну хорошо замечательно сложила все играет а теперь все возвращается в коробку все те кто играл монополию там на гостинице дома там все это выигрываешь все возвращается в коробку мальчик я не очень хочу учить чего в коробочку что поделаешь сказала бабушка тебе все это не принадлежит ты волнуешься из-за этого из 100 но ты готов сил играть уже все это было и после того как ты будешь приходить играть все будет машины звание одежды портфеля недвижимость даже твое тело все это было и все уходит и надо представить себе в конце концов что не такой большой выигрыш в нашей жизни когда после приложенных силе мы что-то получили которая потом уйдет мы получили до предположим повышение которое мечтали там заработали деньги которых хотели забрались на самую высокую лестницу успехов и что дальше а дальше восторг растворяется а что еще дальше и дальше все возвращается в коробку что на самом деле важно надо чеку все-таки задать себе вопрос а что же важно в чем смысл жизни если в конце концов все и все возвращается в коробку мы собираем копим покупаем вкладываем там развиваемся посвящаем свои дни ночи тому чтобы создать себе уютный достаточно качественный мир но в конце концов все это нам придется вернуть в коробку все на чем трудились машины бизнес дома отношения все все останется здесь если только остановимся на мгновение задумаемся то вспомним что все уходит в коробку мы проводим жизнь вкладывая все силе все напрячь все все в этот мир но забываем главную цель главная цель прихода в этот мир это удостоится доли в будущем мире вот этот человек как бы в этом кажется казалось бы простой истине не работает ничего всевышний создал этот мир чтобы он служил человеку чтобы человек мог служить своему создателю с максимальной эффективностью мы приходим сюда заданным какими-то параметрами чтобы исправить то что натворили и заработает то что нам нужно и говорят мудрецы не стоит вкладывать все свои силы в этот переходящий временный мир переключите немножко внимание на мир вечности важно проанализировать во что стоит вкладывать силы мысли желания а к чему лучше прилагать меньшие усилий поскольку в итоге результат все равно идет в коробку и вот эти дни предназначены на то чтобы мы разобрались что в коробку а что в вечность если человек не вкладывает вечность хотя бы секунды ну тогда это заблуждение если чек это не понимает течение года он обязан понять это перед ем кипуром потому что такие возможности даются нам открывается сейчас как бы голова чуть-чуть нам нужно понять что этот мир он не вечный 120 лет от силы написано что может прожить человек а дальше что вот о том что дальше и стоит человеку задумываться в дни перед ем кипуром это самое лучшее время и бог очень благосклонен к нам и в эти дни он принимает раскаяния так давайте займемся тем что сегодня работает то что сегодня принимается бракавы от лоха в дни перед ем кипуром